В советские времена между Саудовской Аравией и тогда Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне. За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось. Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня очень добрые отношения сложились и с королем, и с наследным принцем. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Начну с экономики. Здесь нам еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший. В прошлом году рост составил 15%, в этом году за первые полугодия уже 38%. Мы рассматриваем хорошие совместные проекты. Наш фонд прямых инвестиций и Суверенный фонд Саудовская Аравия создали совместную платформу в объеме 10 миллиардов долларов, 2 миллиарда, уже проинвестированы. Работа идет над другими проектами, а уже реализовано несколько достаточно перспективных и интересных. Мы осуждаем любые акты подобного рода. И по-другому быть не может. Это наша официальная позиция. Мы заявили об этом с самого начала. И я об этом сам недавно говорил на энергетической неделе в Москве. И здесь никаких не может быть сомнений. Подобные акции не приносят результата ни для кого. В том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет. Почему? Потому что если кто-то рассчитывал, что это как-то повлияет на рынок нефти, то цель не достигнута. Но колебания были. На мой взгляд, не такие уж и значительные. Хотя первый толчок был заметным, но буквально в течение недели все опять вернулось к естественным показателям ценовым. Потому что фундаментальные факторы, которые формируют рынок, они не позволят никуда цене скакнуть ни вниз, ни вверх. У меня нет никакого твиттера, и я не слежу за этим. Ну, конечно, время от времени мои сотрудники сообщают, конечно. Мнение президента Соединенных Штатов всегда важно, всегда имеет значение для очень многих, для мира в целом. Но я сам это не считаю. Мы в любом случае будем работать с любой администрацией настолько, насколько она сама этого захочет. но нас не может, конечно, не беспокоить ситуация, связанная с международной стратегической стабильностью и безопасностью. Вот это очевидная вещь. В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который, хочу еще раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире. Потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств. Но мы должны будем сохранять стратегический баланс. Это означает, что мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. И мы это сделали. Сейчас это уже очевидно. Потому что система ПРО работает против баллистических ракет, то есть ракет, летящих по баллистической траектории. А мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории, но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Ну, появится, конечно, в ведущих армиях мира, рано или поздно, безусловно, появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают. Но вот это, к сожалению, все это привело так или иначе к определенной гонке вооружения. Это уже состоявшийся факт. К сожалению, это так. Теперь, вот совсем недавно США вышли из договора по ограничению ракет средней и меньшей дальности до РСНД. Но тоже, на мой взгляд, ошибочный шаг. Можно было бы и по-другому выстроить. Я, на самом деле, озабоченности США мне, кстати, понятны. Я с пониманием отношусь. Другие страны развивают эти виды вооружений. А Россия и США сами себя ограничили в этом. Но все-таки ломать договор, на мой взгляд, не стоило бы. Возможно, были и другие варианты.